Численность аморских тигров в Приморском крае в последние годы стабильно растет. Все чаще тигры выходят в населенные пункты, охотятся на собак и скот. Причинами возникновения конфликтных ситуаций между крупными хищниками и человеком в Приморском крае, как правило, становится бесконтрольный выпуск скота и свободное передвижение собак. В прошлом году у нас было 159 конфликтных ситуаций. Они включают в себя не только медведей, не только дальнеосточных котов, но и тигров с леопардами. В прошлом году было около 60 ситуаций с тиграми. Основные причины, почему возникают конфликтные ситуации. В первую очередь, несоблюдение гражданами правил выпаса домашних животных. То есть, как правило, граждане выпасают скот без пастуха, либо в незагороженных местах. На Дальнем Востоке создана система разрешения конфликтов. Проблемные животные отлавливают, проверяют его состояние и либо выпускают в безопасном месте, либо оставляют в неволе. Трофлокация или перемещение тигра из одной части ареала в другую часть ареала осуществляется так, когда взрослый тигр оказывается в пределах населенного пункта и осуществляет нападение на хозяйственных либо домашних животных. В норме транслокация осуществляется сразу, когда животное изымается и в этот же день, либо на следующий день перемещается в новый участок ареала. Недавно молодую тигрицу, временно находившуюся в Центре реабилитации диких животных в селе Алексеевка Надеждинского района, выпустили в одном из районов Приморского края. Перед выпуском тигрицу оснастили радиошейником, с помощью которого специалисты смогут отслеживать перемещение животного. В данном случае тигрицу были вынуждены поместить на какое-то время в революционный центр для подтверждения ее охотничьих навыков, потому что с учетом того, что на четыре населенных пункта она везде пыталась охотиться на собак, а рядом были копытные животные, складывалось впечатление, что она не умеет на них охотиться. В этой связи животное передерживалось в революционном центре, где показала классные навыки охоты, что подтвердило, что той причиной, по которым она оказывалась в населенных пунктах, являются несанкционированные свалки, на которых находятся бродячие собаки. Именно бродячие собаки привели тигрицу в населенные пункты, и там она уже не могла отказаться от легкой добычи. Сейчас в Центре реабилитации в Алексеевке содержится еще две особи амурского тигра, молодая самка и тигренок, которого серьезными травмами спасли в одном из северных районов Приморья. Екатерина Зверева, Игорь Болтов, Новости на Восьмом.